ну что же давайте попробуем сделать несколько упражнений чтобы снять зажим давайте попробуем сначала сильно напрячь все свое тело давайте вот как эти солдатики сейчас напряжем сильно шею плечи руки напряжем прям кулаки возьмем руки туловище ноги все сильно напряглись напряглись прям вот практически трясемся а теперь сбросили напряжение давайте прямо так подвигаем шею поднимем и сбросим плечи опустим все это да руки свободно у нас висят как плети как плети да пусть вот так вот хорошо прекрасно а представьте что вот теперь кстати говоря если у вас есть возможность встать встаньте перед перед камерой у меня нет возможности встать я просто вам покажу упражнение следующее представьте что у вас вот здесь голова ваша голова это тяжелая гиря встаньте ровно руки свободно опустите руки пусть они болтаются вдоль тела а теперь пусть вот это вот тяжелая гиря медленно медленно тянет вас вниз то есть у вас должно быть такое вот вот у вас за за тяжелой головой которая медленно опускается вниз у вас все тело про постепенно складывается в такую вот букву зю и голова тянет и тянет вниз практически руки свободно висят руки свободно висят руки касаются пола медленно 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 теперь вот в таком состоянии наклона расслабьте все тело расслабьте шею руки плечи да поболтайте подрыгайте подрыгайте всем этим а теперь давайте медленно на счет 7 пойдем вверх раз потихоньку выпрямляемся два голова по-прежнему такая же тяжелая три потихоньку выпрямляемся чувствуем как позвонок за позвоночком возвращается на место 4 выпрямляемся 5 медленно приходим со свое состояние ага хорошо теперь давайте встряхнемся молодцы выдохнем как ложь лак как лошадки это делают через рот прям это позволяет такой прием позволяет расслабить губы расслабить нижнюю челюсть она нам еще пригодится для того чтобы говорить а теперь мы сейчас с вами научимся техники дыхания мы будем с вами правильно дышать чтобы актеру очень важно очень часто приходится говорить длинные монологи длинные фразы чтобы правильно распределить дыхание мы с вами должны дышать животом оказывается что если вы не знаете я вам расскажу вдох нужно делать животом сначала воздух идет в живот у меня поднимается рука потом наполняется грудь и потом когда вы говорите мы медленно сдуваем живот и потом только грудь таким образом человеческое тело похоже на сосуд в которой мы наливаем воду вода сначала наполняет низ сосуда и только потом поднимается кверху горлышку то же самое происходит с нашим телом когда мы начинаем вдыхать воздух сначала наполняет наш живот и только потом грудь и когда мы выдыхаем он сначала выливается из нашего живота и только потом из груди такой подход сделай чтобы снова было видно если вы научитесь вот так правильно дышать но мы потом эти упражнения будем с вами делать регулярно вместе с текстом поверьте мне что это вам поможет не только на съемочной площадке или на сцене но и в жизни таким образом мы это называется дыхание на опоре вот это дыхание животом это дыхать дыхание на опоре так давайте сейчас с вами поделать несколько упражнений на артику лицо артикуляцию у вас у всех есть пятачок если вы не знали вот он сделайте так губы и так чтобы у актера была хорошая дикция чтобы нас было с вами хорошо слышно мы должны с вами красиво говорить для того чтобы говорить четко правильно и красиво мы должны размять мышцы артикуляционного аппарата для этого давайте сейчас наши губы сделаем пятачок вот так и теперь мы этим пятачком подвигаем вверх-вниз старайтесь сохранять этот пятачок чтобы он не разваливался во время движения вверх-вниз теперь давайте расслабим губы как лошадки выдохнем так через губы ага теперь снова делаем пятачок и двигаем им влево вправо сбросили теперь снова делаем пятачок и двигаем им по кругу по часовой стрелке вот так и в другую сторону сбросили расслабили теперь как будто натягиваем верхнюю губу и нижнюю губу на наши зубы смотрите такое движение понимаете как будто губы растягиваются об наши зубы ага так да хорошо когда я увижу вас всех лично они по монитору мне будет гораздо проще видеть ошибки каждого и потом корректировать вас но ничего давайте пока так сбросили а теперь давайте попробуем растянуть наши губы в широкой улыбке но не не показывая зубы и снова в пятачок это будет выглядеть вот так угу угу сбросили таким образом мы сейчас с вами сделали разминку тех самых мышц которые отвечают за нашу речь и кстати самое главное мышцы как я вам говорил раньше это язык язык нужно уметь складывать трубочкой и чашечкой трубочка это вот так кто может угу хорошо а теперь складываем язык чашечкой это вот так как будто в него сейчас можно налить воду как вот так как в ладошку как в чашечку ага хорошо а теперь ребята если у вас есть под под рукой ручка или бумажка или блокнот давайте запишем с вами несколько букв они у нас вот так выглядят это буквы и э а о у и и э а о у и это очень важное это очень важное сочетание гласных для того чтобы мы с вами могли делать сейчас упражнение на 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 дикцию поскольку мы уже с вами размяли наш речевой аппарат эти буквы нам сейчас помогут сделать несколько простых упражнений на дикцию как правило у многих людей есть проблемы с некоторыми буквами с произношением некоторых букв кто-то плохо кто-то плохо произносит букву кто-то про плохо произносит букву ш или х или ж кто-то имеет другие дефекты но это все устраняется с помощью переключи камеру с помощью упражнений теперь мы к вот к этим буквам и э а о у и прибавим букву например п и у нас с вами получится сейчас такая additional давайте вместе со мной произнесем это сочетание и теперь вместо буквы п мы поставим букву бе и у нас получится А теперь все вместе со мной. Три, четыре. Ага, хорошо. А теперь мы с вами немножко усложним, и у нас получится А теперь пиб, пэб, паб, поб, пуб, пыб. Вместе. Ага, хорошо. Есть такая короткая скороговорка, сейчас проверю ваше внимание. Брит Клим брат, брат Игнат бородат. Как вы чувствуете? Как вы видите, в этой скороговорке встречаются такие сочетания, как б, п, п, т. Брит Клим брат, брат Игнат бородат. Брит Клим брат, брат Игнат бородат. Совершенно верно. Давайте теперь с помощью этой скороговорки отработаем вот эти буквосочетания на П и на Б. И Брит, Клим, Брат, Брат, Игнат, Бородат. Бородат. Брат, Брат, Игнат, Бородат. Все вместе. Брит, Клим, Брат, Брат, Игнат, Бородат. Ага, хорошо. Так, ваша задача сначала в спокойном темпе, но сказать правильно все буквосочетания. Именно для этого и нужны скороговорки, которые отлично отрабатывают дикцию. Если мы с вами будем потом работать над другими, более сложными скороговорками, на другие буквосочетания, поверьте, через несколько недель каждодневной работы по 15-20 минут ваша дикция станет гораздо лучше. Это вам поможет не только в кино.